Вот и прошли новогодние праздники. Подарки получены, елки убраны, а гирлянды свернуты. Теплая атмосфера чуда вроде бы и улетучилась. Но кто сказал, что особый уют и волшебное настроение в доме нельзя иметь круглогодично? Конечно можно! И все благодаря такому простому прибору, как домашний планетарий, который проецирует звездное небо и космическое пространство прямо в вашем жилище. Дети и взрослые, а в особенности увлекающиеся астрономией, точно останутся в восторге. Сегодня расскажем об одном из таких устройств от популярного бренда оптической техники Living Hook. Модели Labs SP10, отличающегося интересным дизайном, выполняющего еще и функцию Bluetooth колонки и имеющего при всем этом довольно привлекательную стоимость. С вами канал Апсервер, поехали! Напомню, что мы есть на YouTube, Rutube, Dzen и в Telegram. Смотрите нас на удобном для вас ресурсе по ссылке на экране или в описании под видео. На самом деле сегодня мы завершаем мини-серию обзоров на домашние планетарии из линейки Labs от Living Hook. Предыдущие ролики об аппаратах SP20 и SP30 можно посмотреть по ссылке на нашем канале, ну а с младшей моделью SP10 разберемся прямо сейчас. Итак, домашние планетарии это проектор, который строит изображение звездного неба площадью минимум в несколько квадратных метров на светлой ровной поверхности, потолке или стене в помещении с приглушенным или отсутствующим освещением. Еще несколько лет назад на рынке в основном главенствовали планетарии, формирующие с помощью слайдов статичную картинку, которая, ну, может быть максимум вращается. Да, слайды в некоторых таких моделях можно менять, приобретая новые, но это дополнительные траты и, опять же, какая-либо анимация все равно отсутствует, а значит проекция быстро наскучивает. Но в последнее время все большую популярность приобретают приборы с несколько другой концепцией. Они проецируют абстрактное, движущееся и переливающееся различными цветами изображение, своеобразно имитирующее космические туманности с различными дополнительными эффектами, скажем, звездами, прилетающими кометами, планетами и так далее. Именно к такому роду планетариев относится и наш Labs SP10. Он оборудован двумя проекторами, лазерным, формирующим звезды, и светодиодным, отвечающим за туманности. Именно благодаря рассеивателю сложной формы и движущимся под ним светодиодом и создается волшебный эффект. Как его проекция выглядит в деле, посмотрим через пару минут в ходе теста. Первое, что бросается в глаза при взгляде на наш планетарий, это необычный внешний вид. Прибор стилизован под яйцо динозавра и доступен в трех вариантах расцветки. Кстати, обратите внимание на трещинки на скорлупе. Они тоже пропускают свет проектора, благодаря чему аппарат можно использовать с закрытой крышкой. То есть без проекции в виде интересного ночника. Кроме того, в функционал модели входит и работа со звуком. Планетарий оснащен динамиком и модулем Bluetooth. Можно использовать его как беспроводную колонку в связке со смартфоном, или же воспользоваться встроенными звуками белого шума. Он оказывает успокаивающее воздействие, позволяет расслабиться и быстро уснуть. В комплектацию прибора помимо самого планетария входит подставка для вертикального и горизонтального расположения, инструкция по эксплуатации, пульт дистанционного управления и кабель USB-USB Type-C для осуществления питания. Через сторонний адаптер его можно подключить к сети или, например, вставить в ноутбук или Powerbank. На корпусе нашей модели, кроме проекторов, динамика и разъема питания, можно обнаружить лишь три кнопки. Включение, выбор режима работы проекторов в поддельности или в комбинации и тип анимации туманности. И что все? Конечно нет. Здесь в дело вступает пульт дистанционного управления, ведь все основные настройки осуществляются именно через него. Кстати, для работы пульта потребуются две батарейки формата 3А. В комплекте они не предусмотрены, имейте это в виду. Здесь доступны тонкие настройки нашего планетария. Раздельные кнопки для включения лазерного и светодиодного проектора. Отдельная активация работы светодиодов для каждого из четырех цветов. Красного, зеленого, синего и белого. Включение белого шума. Регулировка громкости динамика. Переключение треков при работе в качестве Bluetooth-колонки. Выбор циклов смены анимации. Настройка яркости и скорости проекции. И установка автоотключения. В общем, без пульта три четверти функционала нашего планетария будут недоступны. Ну а что всегда доступно, так это телескопы, микроскопы, бинокли, монокуляры, зрительные трубы, приборы ночного видения, планетарии и развивающие детские наборы. По самым выгодным ценам в лучшем интернет-магазине оптической техники observer-msk.ru. Грамотные консультанты точно проконсультируют по любому вопросу и помогут с выбором подходящего прибора. Быстрая доставка по всей России не разочарует своей оперативностью, а особенно вас порадует постоянно обновляемый раздел с акциями. Ведь это отличный шанс ухватить интересующую технику по минимальной цене. Все это по ссылке на экране и в описании. А нам пора включить проекторы, выключить свет и посмотреть на работу планетария на практике. Оптимальное расстояние для проекции у модели SP-10 составляет 1,5-2 метра. Однако в целом он способен покрыть площадь до 80 квадратных метров. Отображение звезд здесь практически статично, за исключением того, что они динамически меняют яркость. Туманности могут постоянно работать лишь с каким-либо одним цветом светодиодов, белым, красным, зеленым и синим. А также можно настроить цикл смены отдельных цветов или же работу различных комбинаций с переходами яркости. Скорость анимации можно ускорять или замедлять вплоть до полной остановки. По-моему, выглядит просто здорово. А как вам такие домашние планетарии? Подобный прибор идеально подойдет в качестве светового декора комнаты или подсветки помещения на тематическом мероприятии или вечеринке. На мой взгляд, со своими задачами модель справляется отлично. Ну а наличие функции Bluetooth-колонки делает из нее прекрасный мультимедийный ночник. Одним словом, планетарий реально хорош. Надеюсь, обзор был вам интересен. Если это так, то не забудьте поставить лайк, нажать на кнопку колокольчик и подписаться на наш канал. Вопросы и собственные размышления обязательно оставляйте в комментариях. Будем рады пообщаться. Ссылки на все наши ресурсы, а также на лучший магазин оптической техники observer-msk.ru в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok